Во время поездки в Наманганскую область в июле президент Шавкат Мерзиёв среди других объектов посетил и Чустский завод, выпускающий средства для защиты растений, а также предприятие по переработке фруктов в Турокурганском районе. Рекомендации, звучавшие тогда, коснулись расширения проектов, основанных на научно-практическом подходе. Прошло почти полгода, инициативы, воплощаясь, демонстрируют эффективность мощностей. Ознакомился с ними и наш корреспондент. Чустский завод по выпуску средств химической защиты растений оснащен современной техникой и технологиями из зарубежья. После визита главы государства был дан старт первому этапу производства с мощностью 2000 тонн готовой продукции в год. За прошедший период текущего года потребителям был доставлен требуемый объем средств химической защиты растений. Визит главы государства в предприятие вдохновил авторов проекта и запланированный на 2019 год второй этап производства, намерены сдать в строй уже в 2018 году. По этому поводу разработана соответствующая программа, а научно-практический подход дает увеличить годовую мощность завода в два раза по сравнению с первым этапом. Также продолжается оснащение предприятия новой техникой и лабораторными принадлежностями. В целях реализации рекомендаций и советов главы государства, пользуясь созданными условиями, планируем запустить второй этап завода к марту-апрелю следующего года, то есть раньше запланированного срока. Это даст возможность расширить ассортимент выпускаемой продукции до 30 видов. Этим мы можем удовлетворить потребность сельского хозяйства всей страны в средствах химической защиты растений. Кроме того, 50-60% продукции планируем направить на экспорт. В обществе с ограниченной ответственностью Турокурганского района организован интенсивный черешневый сад площадью 586 гектаров. Здесь также выращивают карликовые сорта сливы, персика, айвы, ореха и абрикоса. Саженцы привезены из Турции, Голландии и Италии. 7 гектаров площади отведены на выведение новых сортов деревьев. Как видно, рекомендации президента послужили программой развития данного общества. За прошедший период укомплектована техническая база предприятия. Тракторы, обрабатывающие почву интенсивного сада под сливу площадью 3,5 гектара, выпущены в столице и по качеству осуществляемой работы не отличаются от зарубежных. Полностью переходят на капельное орошение и для этого возводится пятая насосная станция. Также открыли школу молодых садоводов долины. Следующая цель – довести площадь черешневого сада до 2000 гектаров. По инициативе головы государства нам дополнительно выделили еще 380 гектаров земли. Сегодня готовимся к посадке саженцев. Весной нам выделят еще 500 гектаров площади. И таким образом мы достигнем отметки в 2000 гектаров. Уже со следующего года эти черешни начнут плодоносить и весь урожай направят на экспорт. Для этого, как рекомендовал президент во время своего визита, предприятие взялось за организацию логистического центра, который будет заниматься переработкой, хранением, упаковкой и доставкой плодовочной продукции. Данный комплекс планирует ввести в эксплуатацию уже в следующем году.